здравствуйте уважаемые любители меда сегодня я вам покажу сегодня мы покажем на видео как мы производим труднивый гомогенат то есть сейчас на пасеке мы покажем как мы собираем труднивый расплод а далее в следующем виде мы расскажем как мы его получаем и смешиваем с медом дорогие любители меда и пчелопродуктов вот мы все продолжаем собирай гомогенат для вас напиток дай мне вот труднивый расплод мы начинаем снимать тогда когда ячейки с труднивыми личинками уже запечатаны на первый второй день почему мы делаем именно так потому что личинки уже запечатанным труднивым расплоде срелые то есть они не совсем маленькие но и еще не превращаются в пчелу то есть если упустить момент буквально несколько дней то из личинок уже будет появляться пчелы вам агенат немножко будешь настроение хорошее его появляется а вместо этой рамки ставим теперь у нас вопрос труднивый гомогенат это получается матка закладывает неоплодотворенные яйца которые потом пчелы начинают прокармливать маточным молочком да да истинная правда короче пусто когда делаем свою пустоту все вытягивать вот вытягивать в основном труднивый вот труднивый сота вытягивает надо сетку убрать у нас тела не жалят сегодня погода хорошая вот и это утяга сотовый вот это труднивый расплод а труднивый сотый туда матка откладывает потому что ячейки крупные вот ячейки крупные и соответственно матка матка приходится откладывать яйца неоплодоренные больше для трудного расхода а мы из него получаем трудный расход матка отложила труднивые яйца и потом они растут за счет питания маточного молочка правильно маточный молочком не маточный молочком челидное молочком называется такое как маточный молочком они просто подкармливают эти начинают личинки за счет перги за счет меда и за счет воды они вырабатывают маточный молочком пчелы и вот их кормят затраты на выращивание вот этого два раза больше чем простых пчел можно небольшие то есть чтобы прокормить труднивый расплод матка пчелам требуется больше работы вот смотрите вот расход обычного виде какой тоненький гладенький они горбатый какой-то чуть не два раза меньше расплода вот этот горбатый видишь сейчас покажу вон видишь какой горбатый они эти-то труднивый расплод вон видишь рамка никуда не гордый поставим мы в рамку с медом даже есть а будет где водичка чтобы легче бралось легче будет брать вот в этом году мы каждую рамку обязательно отметили потому что вот вот искали терялись оставались они нынче решили вот пора нет не зрел еще на все оставляем по новой добывает вот вот такой вариант тоже бывает это почему вот так бывает просто пчелы не тянут да не натянула красиво и в этом году природа дала возможность пчелам собрать меда больше весной чем это бывало ранее поэтому на каждый корпус где был установлен труднивый расплод рамки для сбора труднивого гомогената мы установили магазины и сейчас чтобы получить или даже посмотреть готовность труднивого расплода нам приходится снимать магазин и проверять рамку если расплод готов мы его снимаем если же расплод еще не готов для снятия да то есть это он должен быть какая-то часть расплода запечатано если же какая-то часть расплода запечатано значит мы его убираем если же не запечатано мы оставляем Приходится ставить магазин, это такая технология содержания пчелы. А чем отличается маточное молочко от трутневого гомогената? Гомогенат это готовые уже личинки, которые откормлены маточным молочком. А маточное молочко это производство пчелами молочко, ну как мы уже сказали ранее, из перги, меда и воды. В этом вся разница, то есть трутневый расплод прокармливается маточным молочком, пчелиным молочком. И трутневый расплод это уже личинки, то есть мы давим, когда производим трутневый гомогенат, то есть мы давим личинки, трутни личинок. Что здесь не готово? Очень важно вовремя снять трутневый гомогенат, чтобы уже личинки трутни не превратились в сами пчел трутни. Для этого мы ежедневно просматриваем каждую пчелосемью, где установлены рамки для трутневого расплода. Запечатанный трутневый расплод имеет большое количество растительного белка плюс мужской гормон тестостерон. Но также у нас попадают незапечатанные личинки, потому что чтобы 100% запечатать, это будет немножко сложновато. Поэтому незапечатанный трутневый расплод имеет больше женские гормоны. Поэтому в нашем трутневом молочке, трутневом гомогенате содержится как мужской, так и женский гормон, который позволяет улучшить здоровье мужское и женское. Трутневый гомогенат также содержит большое количество аминокислот, макро- и микроэлементов и предотвращает быстрое старение организма. Есть даже такой момент, что медведи, когда в лесу ломают улья, в первую очередь они съедают трутневый гомогенат. Это белковый корм для них. А уже потом лакомятся вкусным и полезным медом. Трутневый гомогенат – это выжатый трутневый расплод. Личинки, которые более зрелые и запечатанные, имеют мужской гормон. Личинки, которые еще не запечатанные, имеют женский гормон. Выдавлены оба, два этих трутневого гомогената, запечатанные и незапечатанные, позволяют нам получить ценнейший продукт для мужского и женского здоровья. Личинка и еще не пчела, но уже личинка. Вот такой трутневый расплод готов к… В хорошем состоянии. Да, вот они… В таком состоянии уже можно собирать и давить. Более богатые витаминами. Вот, смотрим, да, вот, допустим, вариант такой, который не готовый к выжимке, да, гомогената – это вот такое. То есть, получается, трутневый расплод наложили пчелы. Да, есть, много. Много, но еще не запечатано. Если такое выдавить, то это будет очень жидкий и малобелковый, получается, продукт. Нам, наша цель получить максимально белковый продукт, поэтому мы ждем, когда вот эти личинки, соты, будут запечатываться, вот, свежей печаткой. И тогда мы уже будем снимать и давить. Выбирайте правильные продукты пчеловодства и будьте здоровы! Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Вековая Басека.